РАЗ ТВ РАЗ ТВ РАЗ ТВ Дом, в том числе сухие вина, доходя до 1989 года. После этого будет церемония посвящения в братство вин Порту. Конфрерия до Винни-ду-Порту. Напоминает собрание масонской ложи, но портфель многое сглаживает. Кто-то будет пожалован в титул благородного дона-дворянина, инкакао так называемый, кто-то будет пожалован званием кавалер. Алексей Сидоров. President of the Russian Association of Sommelier. At the proposal of our chancery, the chancellor will present... Алексей Сидоров. Наряд, который мы используем в конфории ВИН Порту, это плащ и шляпа, как у нашего покровителя Генриха мореплавателя, который был организатором крупных морских походов Португальского флота, заправленных на поиски новых земель на других континентах. Наряд, как вы видите, состоит из плаща и шляпы с такой полоской ткани, которая помогает удерживать шляпку на голове во время штормовой погоды. Наша миссия состоит в том, чтобы распространять информацию о портвейне. Рассказывает людям о том, как мы его производим и употребляем. Как и президент ассоциации, как просто Сомелье. Я считаю, что, наверное, я много продал портвейна, немного в нём разбираюсь. Наверное, заслужил. Ну, без ложной скромности скажу, что я долго ждал этого титула, потому что последние мои титулы были десятилетней давности. Вам спасибо за то, что нашли время приехать сюда и снять этот сюжет для «Раз, два, три». «Раз работает для вас». С вами я, Евгений Богданов, президент российской ассоциации Сомелье Алексей Сидоров. В самое ближайшее время мы узнаем, чем же занималась российская ассоциация Сомелье все эти 365 дней. Ну, давайте вспомним начало года. Это конкурс кавистов, которые в Ассоциации Семелье принимают участие непосредственно. Первое место в третьем всероссийском конкурсе кавистов заслужила, завоевала Анастасия Акова. Еще раз, Настя, тебя поздравляем. Больших успехов в следующем году. Конечно же, хочется сказать и отметить, и еще раз поздравить нового чемпиона этого года. Это лучший Сомелье 2019 года по версии российской ассоциации Сомелье, президент Краснодарской ассоциации Сомелье. Человек, который очень долго к этому шел... Гриша! 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 Ты наш первый человек, который не из Москвы и не из Санкт-Петербурга, а из города Краснодар. Думаю, что в следующем году победить будет, может быть, гораздо даже почетней, и поэтому тем, кто сегодня проиграл, у них очень большой шанс. 20-й юбилейный конкурс Сомелье пройдет в другой гостинице, в гостинице Редисон Славянская. Регистрация начнется с 15 января. Какие еще важнейшие и значимые события происходили в российском саде Сомелье, которых мы еще не успели упомянуть? Пятый пикник прошел в Серебряном Бару. Это историческое место на территории заповедной зоны в Москве. Я помню, как ты был в розовых шортах. В общем, было весело и интересно. Я обещаю, что шестой пикник пройдет еще лучше. 25 лет компании Симпл. Большой профессиональный юбилей. Немногие компании дожили до такого возраста. Эта компания только дожила, но и развивается. Помогает российской ассоциации Сомелье, другим ассоциациям. Спасибо Симплу. Еще раз поздравляю с таким интересным, крупным, красивым юбилеем. Не менее интересный юбилей был у основателя компании Симпла, вице-президента российской ассоциации Сомелье. Анатолий Анатольевич, мы вас еще от лица российской ассоциации Сомелье, всех членов нашей ассоциации, от себя лично поздравляем с этим прекрасным юбилеем. Интересно прошел конкурс женский, конкурс Сомелье. Он прошел в четвертый раз в Левкаде. Да, мне очень понравилось. Было, как всегда, 15 полуфиналисток. И у нас тоже, опять же, новый победитель. Это уже победитель из Москвы Светлана Добрейна. И в этом выпуске вы увидите некоторые кадры самого московского кубка Сомелье, который прошел, как всегда, на очень высоком уровне. И, как всегда, все участники показали выдающиеся результаты. И мы поехали на третий московский кубок Сомелье. Я не ожидала, что я окажусь в финале, поэтому пришлось быстренько себя собирать в кучу. Вот это, наверное, было самое сложное. Конкурс – это довольно энергозатратная тема. Я, Ром, надеюсь, что и для тебя когда-нибудь сделают такой конкурс. И в твоей жизни тоже будет парочка вот таких вот дней. Компетенция техника у всех высочайшая. И побеждает, в общем, в итоге твердость центральной нервной системы. Третье почетное место и уважение всех присутствующих занимает Евгения Адимова. Второе место занял Владимир Козел. Аплодисменты. Аплодисменты. Давай, давай. Радость за наших ребят, которые действительно набирают с каждым годом больше опыта, профессионализма. Так как Светлана стоит уже с кубком и улыбается, и довольная, счастливая, как и я в том числе, потому что мы сделали это, расскажи немного о своих ощущениях. Это правда был очень большой шаг вообще выступить на этом конкурсе, и здорово, что получилось сделать так, чтобы вы мне аплодировали. Спасибо огромное, это правда очень приятно. Это было классное выступление, классная работа. Она в себе воспитала победителя, и меня совершенно не удивил результат. Свете желаем, конечно же, победы на российском конкурсе, потому что в такую копилку наград и побед, конечно же, не хватает звания лучшей семьи для России. Много можно слов говорить об этом конгрессе, но это именно симпл конгресс. Четвертый раз мы приглашаем самых выдающихся специалистов в мире вина, причем в мире вина это важно, то есть это не российские, чаще всего, эксперты, а мы в этом году пригласили несколько экспертов из Америки, из Новой Зеландии, из Лондона. В общем, очень большая была география именно спикеров, которые к нам приехали. Виноделие в стране тоже очень развивается, да, ну и здесь, наверное, хочется сказать уже о новом президенте Союза виноделов и награды Дмитрия Киселева, который в этом году был избран единогласно. Ну, у него-то хоть не было юбилея. Ну, вспомним, конечно же, мероприятие, которое проводило Роскачество. Также авторский гид Артура Саркисяна и конкурс Эмилия Трофи. Здесь тоже новый победитель Денис Юрченко. Первое место Дениса Юрченко! Пошел! Тоже из Москвы. Тоже Дениса, поздравляем. Давно он ходил в финалистах, ничего не выигрывал. И хорошая победа, хороший конкурс. Принят закон о виноградстве виноделия. В Госдуме его приняли единогласно. То есть все переживают за российское виноделие, все желают будущую виноделию развиваться в нашей стране. В России, наконец-то, вином будет называться только тот напиток, который произведен из винограда путем брожения. В общем, мы собираемся в конце февраля. Это будет большой винный диалог, где профессиональное сообщество, российская статус Эмилия и все остальные люди, сопричастные к этому процессу, встретятся для того, чтобы, в общем-то, поговорить и поговорить основательно. Поэтому следите за новостями. Скоро вы узнаете дату, время и место. Мы открыли очередной, или это снова не очень подходит, сейчас уже выстраивается очередь. Это филиалы, филиалы российской ассоциации Эмилия. Очередной, наверное, с точки зрения того, что далеко не первый уже. Да, далеко уже не первый. Напомню, это филиал ассоциации Кавистов, филиал Московской ассоциации Эмилия, Санкт-Петербург ассоциация, Краснодарская ассоциация. И теперь у нас есть новая ассоциация, Донская ассоциация Эмилия. Мы открываем три филиала в новом году. Это Волжская ассоциация, Сибирская ассоциация и Уральская ассоциация Эмилия. Весной прошел чемпионат мира среди Сомелье в Бельгии, где победил. Марк Алмерт победил молодой Сомелье, 26 лет всего лишь, и он еще не был в финале мирового конкурса. Это, конечно, была большая неожиданность для всего профессионального. Сенсация, да. Напомню, что он был из Германии. Ну а наш Александр Рассадкин в связи мира занял 13 место, что не могу не порадовать. Ну а в этом году, в 2020 году, пройдет чемпионат Европы в ноябре на Кипре, где Россия будет представлять Роман Сосновский. Всем нам известный. Желаем ему в 2020 году удачи. Ну, конечно же, было осенью юбилей 50-летия Международной ассоциации Эмилия. Именно в 1969 году образовалась Международная ассоциация Эмилия, в которую входило на то время три страны. Франция, Италия, Португалия присоединилась с Испанией. И таким образом, на сегодняшний день это почти 60 стран. Мы были 37-й страной. Это был 2002 год. Мы полноправные участники и члены Международной ассоциации Эмилия. То в Москве, то в Санкт-Петербурге проводится Международная ассоциация Эмилия по стандартам Международной ассоциации Эмилия. В этом году порядка 8 человек прибавились еще к Международному ассоциации сообщества тем, что сдали экзамен, получили свои значки, дипломы. И, в общем-то, всем остальным надо готовиться, потому что 2 марта 2020 года, а не двойки, будет проходить атсестация в Москве. И еще, наверное, в конце хочется сказать еще об одном юбилее, который ждет нас в следующем году. Это наша школа Энотрия, которая выпустила за 15 лет более 5000 человек, ближе на цифры 6000 человек. В этом году было выпущено 250 человек, из них 200 вступили в Российскую ассоциацию Эмилия. Энотрию поздравляем тоже с наступающим Новым годом. Также присоединяюсь к словам Алексея Сидорова, президента Российской ассоциации Эмилии. Поздравляю всех вас, тех, кто нас смотрит на протяжении уже длительного времени. Надо сказать, поздравляю с праздником и желаю всего-всего самого наилучшего. Больших побед, здоровья и, конечно, любви, богатства и удачи. Я пошел елку на лежать. Редактор субтитров А.Семкин